Поставить на то, что Патрик Чан не выиграет сегодняшние соревнования, боюсь, что сколь малой суммы его бы не рисковали, а риск окажется неоправданным. Слишком уж слабые результаты, не катания, а именно результаты демонстрируют соперники трехкатного чемпиона мира, и ему, к большому счету, можно даже обойтись и вовсе без четверных и даже без очень-то чистого проката. Вот видите, 146,7, это Чану поставят за красивые глаза, за хорошую музыку, времена года. Он не единственный, кто использует классику в нынешнем сезоне. Но помимо Вивальди еще и Аркангело Коррелли, Кончерто Гроссо, большой концерт звучит. Будет звучать. В произвольном прокате Патрика Чанова. На Чан исполняет 4-3, причем исполняет на плюс. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один четверной, и снова блестящий. Вопросов никаких, Чан первых. Никаких, даже если оно пойдет все остальное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы набирают глупости. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Можно говорить всё, что угодно, но при наличии двух практически идеальных четверных прыжков в программе, Чан, разумеется, непобедим. Ни единого тройного акселя мы в его исполнении сегодня не увидели. Аксель в 2,5 в начале программы был, в концовке и вовсе аксель полуторный, причём ещё и не идеально исполненный, разумеется, потому что рано раскрылся спортсмен, но тем не менее он наберёт свои 170 баллов и за явным преимуществом выиграет сегодняшние соревнования. У Тацуки Матиды на Скейт Америка, когда он получил 174 балла за произвольный прокат, в активе были два четверных тулупа, один, соответственно, пошёл как четверной тулуп в каскаде, каскад, тройной флип, двойной тулуп, двойной риттбергер, причём с неправильного ребра толкания на флипе и великолепно исполненный тройной аксель плюс тройной тулуп. То есть минус один каскад можно было заметить у Матиды, но у него все аксели были в 3,5 и каскад 3,3. У Чана ни одного каскада 3,3, но зато у него есть 4,3 в начале программы, великолепный четверной тулуп на плюс 2, плюс 3 от арбитров. Есть неплохой в целом каскад тройной лут с одинарный риттбергер, двойной только сальхов, тройной флип плюс двойной тулуп, то есть по набору элементов Матиды у Чана выиграл. Вторая оценка 100% у Чана выше, причём выше значительно, но и итоговая оценка у него должна получиться всё-таки несколько больше, чем у Тацуки Матиды, учитывая, что дело происходит в Канаде. Но, опять-таки, не будем сейчас загадывать, подождём. У Матиды получилось 91 с копейками в короткой, 174 в произвольной, 265 с лишним. У Тацуки за два проката, причём он оба раза прокатал лучшие свои программы в жизни. Чан, конечно, может значительно лучше, но то, что на этом этапе у него нет ни единого соперника, стало понятно, пожалуй, когда начали сыпаться один за другим японские спортсмены в сильнейшей разминке в произвольном прокате. Субтитры делал DimaTorzok Патрик Чан проигрывает Матиде, он проигрывает и в короткой, и в произвольной, но это не более чем заочное соревнование. Что касается Skate Canada, то за явным преимуществом и от ближайшего преследователя Патрик отделяет 27 с лишним баллов. Он первый, первый, без оговора. На этом соревновательная часть второго этапа гран-при нынешнего сезона завершена. Следите за нашими трансляциями на гран-при Китая от российской сборной. Будут принимать участие пока ещё не показывавшиеся большой публики. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв, Адалина Сотникова, Максим Ковтун и не только. Продолжение следует...